привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это кровная вражда мы с вами находимся рядом с какой-то страшной ведьмы а в данный момент мы с вами только начали путешествие по второй части довольно интересно я здесь немножко рассматривала за карта за кадром карту здесь какие-то у нас эльфийские развалины и еще какой-то эльфийский замок в общем у нас много чего интересного впереди но я так думаю что с этой это очень похоже на полуденицу или полуночницу сейчас мы это с вами и узнаем естественно бой горел весь один города деревни леса когда погасло пламя королевство окутал черный удушающий дым заслонивший солнце наступила тьма настолько непроходимое что чудище которые раньше рыскали только ночью теперь охотились и днем полуночница явно 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 так обычный бой обычный бой друзья поэтому я не знаю может быть мы даже его и не будем сокращать вернее я его может быть даже не буду быстрее посмотрим так раз это обычный бой то вот это я наверное уберу так кабели взломщики неплохо но нам нужно больше вот этих вот всадников а еще мне лучше бомбометателей давай-ка попробуем не знаю насколько медик давай-ка я медику беру черная рейла пусть будет сейчас я попробую еще взломщика так газкон тоже неплохо так давай колдовилку я наверное тоже уберу она довольно специфическая поэтому поэтому давай пока закончим обмен до 2 осталось но оставим их у нас еще будет 2 ах мантикора у нас есть и так наш ход до свирепая полуночница призрак лидер в начале каждого третьего хода преследуйте сильнейший вражеский отряд который не подвергается преследованию то есть преследуйте который не под не подвергается преследованию вот сейчас объясните мне еще раз после каждого третьего хода преследуйте сильнейший вражеский отряд ну то есть мой отряд который не подвергается преследованию и перемещается в другой ряд начале каждого хода наносите 1 единицу рона всем преследуемым отрядом вот честно говоря вот эти объяснения которые написаны на картах они нифига нет непонятно вообще никак пока не начнешь играть поэтому давайте начинать а вот с чего мы начнем нам и не с чего такого зайти газкон кстати когда вражеская ли дружеская карта перемещается если она будет нас перемещать 100 в принципе неплохо так а это что-то типа барабанщика рейла у нас по этому пути нет давай так так мы вы у нас палаш это урон вражеском отряду посмотрим чем пойдут они так вас архи спора в конце каждого хода наносите единицу рона случайному вражеском отряду ладно архи спора так архи спора давай-ка мы посмотрим что вытащим если бы против чудовищ на поле есть мантикора вражеском отряду урон равное значение силы этого отряда ага и будем укреплять эту карту давай негодяи будут наказаны архи спор мы просто прибьем и 2 у них появилась окей это не страшно пока что у нас есть моего 4 единицы нанесем пока я приберегу ее умение я знаю что положу вот себя никто не уйдет нет схода так эти наши укрепляются 33 пока я наверное газ кона не буду доставать потому что я думаю что нам пригодится на потом сейчас превращать этого в медведи наверно не стоит но чем-то ходить еще надо так ты его добьешь давай тебя надо нам шевелить задницей а вот и полуночница так ты кто призрак размещение в течение трех ходов начале хода преследуется вражеский отряд на первом ходу нанесите одну единицу увеличивается на одну призраку елки на призраков наверно надо бить надо бить поэтому моего возьмем тебя этот дурак переключился на кабеля ладно пока тоже хочу бомбометатели этих поберечь давай сюда и сюда она пасанула зараза она пасанула но и мы пасанем хотя знаешь что давай-ка я сейчас сыграю чучело я заберу эйка вот но она же пасанула же да я так понимаю хорошо так кого мы хотим обменять давай-ка одного этого обменяем кобели ну как-то так в эту жатву вместо жито-черных косить будем но ставим эйка готовься к бою есть личка из дорога вот таким образом а и а а и и и и и Как-то я попал одному сапогу в глаз 20 шагов. Я не пойму. А, три карты надо переместить. Нет, подождем. Тогда сначала нам надо Гаскона. А ведь уже становилось скучно. Так, и Мэву давай. Хлопнем. Итак, кто это такой бескостный? Преследуйте целевой отряд в течение девяти ходов по две единицы урона. Это плохо. Этого надо бить. Этого надо бить. Чем они больше, тем проще попасть. Отлично. Так, ну, нам надо выигрывать этот раунд. Поэтому... Кгазя, почему я не могу? Почему я только свой ряд могу подожечь? У тебя с ума сошли, что ли? Чего-то не понял. Ладно. Почему я только этот могу поджечь? Подожди. Размещение. Подожгите отряд назад. А, я его играю и поджигаю. Я забыла, как это делается. Давай сюда. О, там Боргеста появились. Что делают Боргеста? Создайте изначальную копию этого отряда. Каждый раз, когда счетчик преследования достигает нуля. Черт, это плохо. Так, Мэва, нам нужно срочно... Нам нужно срочно... Нам нужно срочно бить Боргестов. Давай сделаем так. 118. Ну, не знаю, есть ли шанс у наших врагов. Думаю, что нет. С другой стороны, если они начнут сейчас спамить Боргестов, это будет плохо. Отлично, Мэва. Вот, и... Боргестов мы убрали. Хорошая вещь Монтикора. Ох, хорошая вещь Монтикора. Так, ну что, усиляем? Кого мы усиляем, Мордремом? Поверженный отряд медведя. Ммм, я не вижу, кто тут поверженный. Давай тебя. Да, мы просто его израсходовали. Так, очевидно, это пас с нашей стороны. Ну, понятно. Просто керосин закончился. Так, а что у нас с избушкой? Госпожа, в хате-то никого нет. Не считая висельника, который болтается под стропилами. Надо бы его снять и похоронить. Только солдаты не больно-то рвутся. Говорят, если коснуться трупа самоубийцы, это принесет несчастье. Повернем. Мораль упадет. Суеверие. Слушай, мораль и так упавшая. Сейчас мы будем искать, где ее поднять. Давай. Опа. О, как все испугались. Обкакались прямо, блин. Пошли лопушком подтираться. Как тот парень. Совет постановил сдать Трагир без боя. Дескать, мы все равно не сдержим врага. Поэтому так будет разумнее и безопаснее. Я же голосовал против. Меня никто не поддержал. Но я не согласен. Я не согласен на трусость и сговор с врагом. Не согласен на измену. Я никогда не соглашусь с самоубийцей. Вот его повесили. Ах вы, зараза, блин. А ну-ка, давай-ка наведаемся в тот Трагир. Хотя, подожди. Трагир, сейчас мы успеем. Да, мораль у нас, правда, уже некуда. Но тут у нас есть сундук, который нам не особо нужен. Но, тем не менее, он тут есть. Так. Как нам поднять теперь нашу мораль? Ой-ой-ой, как все плохо, как все плохо. Биться с такой моралью где-то вообще сейчас не светит. Ну что? Зарай я вам деньги оставлю. Скажем им, что золото осталось. Может, еще смилуются? Скажем им, что золото осталось. Может, еще смилуются? Вонючки. Вонючки. Так, что у нас тут было? Слышали, что Трагир открыл ворота перед черными? Без бою сдались. Да. Молодых и крепких в неволю забирают. Да старых оставлюсь. Мы с вами слышали уже и слышали, и поняли, что Трагир сдали без боя и так далее. И тому подобное, что здесь у нас. Ага. Королева хозяина этой хаты прятал раненого нюльгардца. Ага. Ага. Выволочь, обезглавить, повысить таким образом. Наши солдаты возмущены. Добиваться, не лечить. У нас и так мораль ниже некуда. Давай сделаем так. Вот. Наградим его за милосердие. Что-то делать надо с моралью-то. С моралью что-то делать надо. Ёлки, тут все горит. Тут мост опустился. Давай посмотрим на карту. Тут какая-то головоломка. Как мы сюда попадем? А никак. А никак. Сюда мы попадем только если пойдем вот так вот. Через наше основное задание. Тут у нас битва. Тут у нас головоломка. И знаешь, что я сделаю сейчас? Я сейчас выпущу Кракена разведчиков. И разведчики нам кое-что разведали. Ага. 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 Здесь вроде как ничего и нет. Понятно. Ладно. Пошли там, где головоломка. Что делать? Может быть, мы сможем головоломку и... Выслушай, мы тут не сгорим его. Прям по-пипи. Папа, пилишу бегаем. Папа, пилишу. Големы. Страшные големы. Куда тут големы-то взялись? Рядом с ним трофей, и здесь трофей. А тут вроде как бы ничего нет, говорят нам, да? Где бы нам мораль повысить? Взгляните на тракт. Земля изъезжена. Всюду следы колес, копыт. Черные бросили все силы на Росберг. Это не обещает ничего хорошего. На мой взгляд, Нильфгаарду. Крепость оснащена двумя новыми башнями, углубленным рвом, воротами из кованого железа. Она неприступна. Окей, я поверю вам на слово, но... Дайте-ка мы попробуем. А, вот она, вот эта крепость, да, говорите? Мы сюда попадем только так. Здесь битва. Ладно, давайте отправляемся к големам. А раз уж такое дело, вроде как негде мне больше поднимать настроение своим. Будем биться как есть. Давай посмотрим, что мы еще можем отстроить. У нас все красивенько уже стало, да? Сундук. Такой сундук тут. Итак, шатер королевский у нас полностью. Столовка у нас откроется, наверное, в следующей главе. Штаб-командование. И мастерская. Это возможность новой карты. Пока мне не надо. А это уменьшает стоимость создания отрядов. А, я этого не могу сделать. Давай сюда. Вот как-то так. Ну вот, на это надо копить. Ёлки, я же сказала, что буду копить. И не скопила. Армию на два отряда увеличивает. Да, сюда надо. Вот, пока что мы получаем монеты. Хорошо. Дай-ка я посмотрю, что у меня с картами. Я так думаю, что с големами, скорее всего, это у нас будет бой такой. Такой себе. Слушай, а кобели, кстати, ничего. Сколько они? 5, а это 2. У нас 28 карт. Я могу этого выкинуть? Ой, подожди. Сейчас. А взять себе кобеля. Да, я вижу, что много, поэтому давай еще вот этого выкинем. Ну, еще не все. Хотя у нас есть два прашника кобеля. Зачем мне так много? Давай добавим. Один барабанщик у нас остался. Один верный барабанщик. Так, вот этот медведь поверженного, а это уничтожься сильнейший дружественный отряд. И сыграйте дружественный отряд 2 из вашего сброса. Такое себе, очень ситуативный, ситуативная штука, честно говоря. Вот. И поверженный отряд в медведя, это на самом деле тоже так себе. Так себе. Что можно сюда добавить вместо него? Вот это вот, в принципе. Ну, опять же, это рандом. Ладно, оставим как есть. Слишком много рассуждений. Так, покидаем лагерь. Да, настроение цех уже некуда. Так, ну что ж, поехали, попробуем. А, черт, никак не обойти их. Здесь что-то еще интересно. А, головоломка. А, где-то здесь, с этой стороны трофей. Ну, какой бы ни был трофей, нам он тут сильно не поможет. Давайте вперед. Хоть люди и обуздали огонь, они все еще чувствуют перед ним глубокий, первобытный страх. И правильно. Ведь если стихия вырвется из-под контроля, последствия могут быть ужасными. И я говорю вовсе не о пожарах, а кое о чем другом. Куда более страшно. У, какой он огромный тут. Да, головоломка. Особое правило. Разместите обоих элементарей в одном ряду и уравняйте их силу. Заданная колода, поэтому совершенно, наверное, пофигу, какая у нас там. Какие у нас там настроения. Да, абсолютно все равно. Так, разместите обоих элементарей в одном ряду и уравняйте их силу. Хорошо, что у нас есть из сброса. Наш барабанщик вытащит барабанщика, потом еще барабанщика, потом еще барабанщика и потом стрелка. Так, а что делает поглощающий и взрывоопасный? А ну-ка. После двух ходов в начале хода поглотите огонь в противоположном ряду и удвойте силу этого отряда. Так. А этот? После двух ходов в начале хода создайте огонь. Затем уменьшите силу этого отряда наполовину. И в другой ряд, когда он получает... Ну, это надо смотреть. Я так как бы могу представить себе... А, у нас тут они еще подожгли вот это все. Так. Он будет увеличиваться на четыре. А этот будет уменьшаться напополам. Наполовину. Я предполагаю, что надо, короче, барабанить барабанщиками. А в определенный момент, когда наступит момент, когда они более-менее сравняются друг с другом, просто числу карт. Понимаете, оно нечетное сейчас, поэтому надо, чтобы оно сравнялось, надо, чтобы было четное. Я сильно подозреваю, что надо вообще сейчас вдарить, поставить. Давайте пробовать поставить. Арбалетчик, по-вашему приказанию, привод. И его просто уравнять. вот он, 24. Так. Вот, теперь он. Так, Т4, дальше. я просто-напросто заберу его. 12. Так. 12. Барабанщик. В войсках мне делать нечего. левый, левый, правый, правый. А, мне надо ставить обязательно этого. плохо будет на 3. Плохо будет на 3. Как-то так. Как-то так. Я думала, вернее, не обратила внимания, что на этом ходу. Думала, следующим ходом достать еще арбалетчика, уменьшить на единицу. Но оно само все так и получилось. Получена карта. Эта карта добавлена к вашему отряду. Ее можно найти в штабе командования. Ага, руна даджбок. Интересно. Давайте-ка посмотрим, что за даджбок и что он дает нам. Прямо вот руна нам дает. Так, что она делает? Нанесите одну единицу урона отряду. Повторите эту способность несколько восемь раз. Слушай, так это прямо вместе с мантикорой. Это у нас такой прямо ударный отряд. И это у нас... Наш че, мордрем. Я поставлю, пожалуй, даджбок. Вот так вот. Покинем лагерь. Ну, какие же наши все... Все скисшие, все прокисшие. Все очень злобные. Так, от придворного чародея младена в уроту. Кому? Его превосходительство, королю Демовенду. Ваше Личество, произведенная рекогноцировка, знаю это слово, но никогда не могу выговорить, подтвердила сообщение свидетелей. Нарушение баланса элементов вблизи места силы приводит к спонтанному появлению элементария огня. Не исключено, что это результат осознанных действий врага и часть его стратегии. Я попытаюсь усмирить чудовищ, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Ожидаю дальнейших распоряжений. Да по всему ему это как-то вот не получилось. Да, он, палаточка стоит. Так, мы там собрали, где-то здесь вот была какая-то... Да, мы все собрали, получается. Ладно. Пошли дальше. Кислые, не кислые, а придется, наверное, биться даже кислыми. Мы тут заходили как-то вот так. Интересно, мои разведчики все находят, но судя по тому, что здесь крестики, мы сюда зайти не можем никуда. Поэтому нам только сюда... О-о-о-о-о... А тут у нас... Вот оно что. Вот оно что. Ходеныши. Опять головоломка. А как сюда-то попасть? Что я где-то пропустила? Или как? Сейчас пока не пойдем к этим... К этим монстрикам. Все соберем. Ага, двуфринг. Коновала вот-вот примутся за работу. Они говорят, что у меня есть еще шансы выкарабкаться. Однако, ампутация не дает гарантии. Особенно, если не забывать о гангрене. Потому-то я, собственно, и пишу это письмо. Если ты его читаешь, значит, я умер. Сперва выпей за меня, а потом сходи к катапультам на другой стороне лагеря. Я спрятала там немного цацок, который потихоньку, потихому вынес из Росберга. Хотела потом за ними вернуться, но великое солнце. Похоже, мне больше не светит. Надеюсь, ты выйдешь из-за всей этой заварухи живым и здоровым. И гид, и гид. Ну, не видно подпись. короче, перевод с лягарского. Так, ключ мы взяли, и наши разведчики там где-то нашли. Это вот домик. Указывали, где он. Но путь к нему лежит, конечно же. конечно же, через бой с гаденышами. Да? Да. Ну ладно, поехали. Обычный бой. Так, накер, достаточно разумно, вопреки бытующему мнению. Настолько, чтобы понять стратегическую ценность сброшенного нельгарцами лагеря. Так-то, так что чудище устроили себе на частоколовом новое отличное, а за частоколовом новое отлично защищенное логово. Правда, они не подумали о том, чтобы закрыть ворота. Ну, друзья, начнем бой. Я этот бой ускорю, потому что он простой, уже, в принципе, никому особо не интересный. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ну вот. Угу. Настроенница у нас немножечко улучшилась. Ну, хотя бы так. так, давай открывать сундучило. Нашли карту, которую можете использовать сетевой Газкон. Ну да, конечно, это круто, это круто. но когда еще но когда еще та сетевая будет и будет ли. Так, смотрим. Все. Теоретически у нас тут все. Мы подходим к основному заданию, поэтому давай-ка мы займемся здесь немножечко чем-нибудь, что мы можем сделать. Там говорят, что мы что-то можем сделать. Палаточку наверное нет, а вот мастерскую тоже нет. Не, не, нет. Копим, копим на вот это вот. На вот это вот. На увеличение армии. Ну что ж, мы его пойдем. У нас мост. Что? Что тут случилось? О-о-о! Нам-то сразу не показали. Сюрприз поджидал не черных, а Райлу. В несокрушимой стене Розберга зиял пролом в сто локтей шириной, а сама крепость, охваченная пламенем, извергала в небо черный дым. Я... Я не понимаю. Как это возможно? Времени на рассуждение не было. Нильфгардские лазутчики заметили отряд Мевы. Королева знала, что битвы не избежать, а потому дала сигнал занять оборонительные позиции и вынула меч. Охо-хонюшки, хохо, сплошная битва у нас с вами, друзья. Сюжетная битва. Под Розбургом Мева уяснила, что Нильфгард начал войну не только, чтобы расширить свои границы или изменить баланс сил на континенте. Нильфгардцы хотели сравнять государство севера с землей, а на их месте построить новый лучший мир, в котором господствуют черные. Так что лирийцы боролись не только за победу, но и за выживание. Не дайте разведчикам вызвать подкрепление, это совет, сюжетная битва, короткий бой. Ну что ж, начнем. Наши войска не в лучшей форме, напоминаю, сама себе. И, друзья, этот бой мы с вами проведем тоже в ускоренном режиме, поэтому увидимся с вами, услышимся, вернее, через пару минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высматривайте знамена Демовенда. Если он здесь, мы должны его найти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, мне не совсем понятно, правда, что это он там набрал полную руку, а он, правда, уже спасал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. В бочке дегтя для лирийцев нашлась и ложка меда. Росберг действительно пал, но нильфгаарцы, не ожидая поддержки с юга, разместили в крепости лишь небольшой гарнизон. Мэва привела свой отряд к победе и отбила цитадель, или, скорее, то, что от нее осталось. Постройки, которые не были разбиты снарядами катапульт, были подожжены после захвата города. Среди руин лежали десятки обугленных тел. Это были воины и селяне, искавшие в крепости спасение от захватчиков. Было видно, что некоторые из них пытались заслонить детей от огня собственными телами. Тщетно. Проклятье! Выругалась королева, ударив кулаком в стену. Мэва уже дала была команду к выступлению, когда из-под плеющих развалин донеслись приглушенные стопы. Солдаты бросились на помощь, голыми руками хватая горячие от огня кирпичи. Наконец, один из пехотинцев крикнул. Сюда! Живой! Мужчина, которого нашли среди руин, был страшно обожжен. Его лицо покрывали струбьей, наполненные гноем волдыри. От него несло паленым мясом. При виде черной райлы несчастный с великим трудом поднял дрожащую руку в приветствии. Лейтенант-инженер Хавьер Леменс по вашему приказанию прибыл. Обалдеть! Медик, пошлите за медиком! Хавьер что с тобой случилось? Что с тобой случилось? Слегка подгорел, блин. Я не знаю. Я руководил обороной восточной башни. Мы грели в котле масло, чтобы вылить его нельфгарцам на голову и когда снаряд в нас попали, котел опрокинулся, все охватил огонь. Не знаю, что было дальше. Ох уж эти котлы с маслом. Замок пал. Проклятые Скоя-Таэли. Прочим Скоя-Таэли? Что ты сказал? Крепость была отлично подготовлена. Мы могли выдержать месяц осады, может, и два. Но среди нас были предатели, эльфы, краснолюды. Они заложили заряд под опоры. Взрыв был таким, что башня задрожала. Целый участок стены рухнул. Наши люди ринулись закрыть пролом. Сучьи дети! Подлые сучьи дети! Солдат, я знаю, что ты страдаешь, но королева Мева прибыла сюда, надеясь на встречу с твоим владыкой, Демовендом. Нам нужно знать, что с ним стало. к счастью, его здесь не было. Он наблюдал за подготовкой крепости к осаде, а после вернулся в Альдерсберг каких-то два-три дня назад. Тогда отправимся вслед за ним. Рейнард, вели людям собираться в путь. Госпожа, постойте, а кроме меня кто-то выжил? Хоть кто-нибудь? Похоже, что никто. Никто. Ни одной живой души. Как они могли? Целый гарнизон, целый город, звери. Солдат, мои медики займутся тобой и сделают все, что в их силах. Потом я дам тебе охрану и отошлю в родные края, чтобы дома вот мой дом, ваше величество, Росберг. Госпожа, умоляю, позвольте мне присоединиться к вашему отряду. Позвольте мне отомстить. Я ценю твой боевой дух, но в таком состоянии... Ну, вылечите его, в конце концов. Ваше величество, я не удержу в руке ни меча, ни щита, это правда. Но я все еще могу сражаться. Я инженер. Я выстрою для вас осадную башню, баллисту, мост. Что только пожелаете, только дайте мне шанс. О, как интересно, ну, давай. В искаженном, хриплом голосе Хавьера было столько боли, столько ярости, что Мева не смогла ему отказать. Как только лекари перевязали его раны, отряд начал выступление в сторону Альдерсберга следом за Димовендом и Нильфгаарцами. В какой-то момент с конем Мевы поравнялся с кокун Черной Райлы. Губы воительницы, сжатые в тонкую линию, были закушены до крови. Эта карта добавлена к вашему отряду Хавьер Леменс. Ага. Госпожа, дорога на Альдерсберг лежит через Синявую Пущу. Там затаились КТЛ под командованием Эльдайна. Эти подонки разбили мой отряд и сдали Росберг врагу. Райла сделала глубокий вдох, чтобы унять дрожащий от гнева голос. Умоляю вас, госпожа, заклинаю всем святым. Давайте найдем его. Найдем и убьем. Мэва едва заметно кивнула. Дорога Вальдерсберг обещала быть долгой и тяжелой. Итак, да-да-да. Эх, они вот эти вот развалины. Так, а как мы и где мы и что мы? Дай-ка посмотрим. Во-первых, у нас рапорт появился. Группа Эль-Дайна Согласно полученным недавно сведениям, эльф по имени Эль-Дайн собрал в Синяво пущий крупный отряд численности не уступающей армии Вашего Величества. Советуем соблюдать крайнюю осмотрительность. Об Эль-Дайне известно, что в прошлом он был прижившимся среди людей купцом и вел дела на территории Гулетта. Летто из Гулетта. Приобрел радикальные взгляды после того, как потерял семью при погроме 1246 года. Все собранные сведения говорят о том, что Эль-Дайну не следует доверять. Он не чтит уговоров и не держит слова. Че, конечно, тут че-то знает, что вообще творится. Так, что у нас? Во-первых, карта новая. Давайте-ка посмотрим, что у нас делает наш... Где он, кстати? А, вот он. Хавьер Леменс. Разберите карту со способностью приказ и увеличьте число ее зарядов на 1. Выберите карту со способностью приказ. А, то есть он, в принципе, такой же самый, как и Рейнард наш, да? Рейнард у нас заряды приказом добавляет. А этот добавляет. Я могу добавить, но мне надо кого-то выкинуть. Я даже знаю, кого. посадника кобеля и... Косиньера одного. Они, конечно, неплохие, но время их, наверное, ушло, я так думаю. А кто у нас с приказами, собственно говоря? Кто у нас с приказами? У нас с приказами только если барабанщики и все, что ли? Особо-то мне как бы этот подрывник-то не нужен. Да, барабанщик у нас есть. О, подожди, добавься. Медик нет. Кобели-взломщики тоже вроде как нет. Они без приказа. Сейчас, подождите, друзья мои. надо мне разобраться со всем этим. Прачники тоже без приказа. А, подожди. Как плохо, что на них не написано те самые есть у них приказ или нет, я уже не помню. Так, у медика точно нету. Вот взломщиков нету у них приказа. Барабанщик. У всадников точно нету приказа. у черной рейла есть приказ. Ну, в общем-то, его вот это Ксавьера в пару к рейле. Газкон. Ладно, оставим так. Оставим так. Теперь, что мы можем улучшить? Мы можем что-нибудь улучшить. Я хотела улучшить мастерскую на вот это вот, чтобы увеличивать армию на два человека. Так мы и сделаем. Вот, а следующее уже пойдем тогда сюда. Серый гонец там у нас. вот это все. Много денег требуется, но что делать? Так. Вспомогательные отряды, алхимик, много чего. Да. Да. Короче, нужно очень много всяческих ресурсов. О, у нас там появилась возможность побеседовать, но мы это с вами сделаем уже в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.